Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Мы уже у брата дома в Йоханнесбурге, у брата мужа. И можно снимать уже видео на телефон, потому что я уже завтра улетаю, и проблем с интернетом у меня там быть дома уже не должно. Вот. Собираемся потихоньку. Уставшие просто в хлам. Посмотрите просто на эти глаза. Глаза пельмени, я это называю, такие огухшие, взбухшие. Вы не представляете, что сейчас произошло. Все эти дни перед вылетом моим мы с Райаном держим в голове, что у меня вылет в 10 утра. Всё, сейчас вот мы проснулись, да, уже у меня сегодня вылет. Мы проснулись в 5 утра, там кофе попили, всё такое. И он говорит, ну ты ещё раз зайди, проверь там всё по билету, во сколько прям точно, да, у тебя вылет. Я захожу, я вижу, что у меня вылет в 7 часов вечера. Блядь. Извините, просто других слов не могу найти. Я такая просто думаю, а с чего тогда вот это появилось в 10 утра? То есть вообще откуда, да, если у меня вообще вылет в 7 вечера? Я такая думаю, что за фигня? И тут я вспоминаю, что тот вылет, который у меня был из Бишкека сюда, когда я вот сюда летела, он был в 10 утра. И оказывается, у меня это в голове засело. Я почему-то опять это выдала. Я такая вообще, ну просто пипец. Сейчас мы в 5 утра вылупились как бы не для чего. И сейчас бы мы поехали такие в аэропорт, как дураки. Просто балдёж. И мне ещё повезло, что это в 7 вечера, а не в 7 утра. Потому что тогда мы бы просто опоздали на рейс. Райан говорит, я же говорил тебе, что я тебя однажды разбужу, чтобы вместе встретить рассвет. Вот, пожалуйста, говорит. Вообще анекдот дня. Ну что, я уже в Турции. Сказали, что я могу поехать в тур. И в принципе, это тоже очень интересно. Я могла бы отказаться от этого и пойти там где-нибудь спать наверху. Но я решила съездить в этот тур. Тут ещё, кстати, есть ваучер на еду. И вот сам тур, он будет с 10 утра до 4 вечера. А у меня вылет в 5. Ну то есть как раз хорошо я успеваю. Вот, в 4 они нас уже сюда привезут обратно. Такие вот дела. Это местечко, в которое нас привезли в туре. И это кафешка, в которой нас потом покормили обедом. Кстати, было вкусно довольно. Вот, и отсюда мы уже пойдём дальше гулять. Ребят, я думаю, что в Стамбуле были все, наверное. Мне кажется, я одна не была никогда раньше в Стамбуле. Поэтому я ничего не буду рассказывать, что нам рассказывал гид. Просто ловите такие прикольные красивые кадры из Стамбула. А расскажу я вам просто потрясающую историю, которая произошла с нами. Когда мы летели... Это было в самолёте, когда мы летели из Йохансбурга в Стамбул. В общем, персонажи, да, это все пассажиры первых рядов. Клоун, наш главный герой, да, я буду называть его клоун или актёр, проводники и пассажир. В этот раз я на редкость получила место впереди самолёта. Это был седьмой ряд. А шестой ряд — это как раз те места, которые дают мамочкам с детьми. Там есть большое место для ног и такие специальные крепления для люлек. Мы стали заходить в самолёт и рассаживаться по своим местам. И в самолёт зашёл мужчина такого очень полного телосложения. И он подошёл к своему месту согласно своему билету. Оно было занято как раз-таки нашим клоуном или актёром. Этот мужчина подошёл и сказал, что это моё место согласно билету. Наш клоун не захотел его уступать. И сказал, что нет, это моё место, и оно мне тоже согласно билету. Надо отдать должное этому мужчине. Он не стал никакой конфликт развязывать. Он сказал, ничего, бро, сейчас мы разберёмся. И пошёл к проводницам. Проводницы подошли к нашему клоуну и спрашивают у него, это ваше место по билету, сэр? А он говорит, да-да, это моё место по билету. Они говорят, ну тогда предъявите, пожалуйста, свой посадочный талон. И этот мужчина начинает супер-шедевральную, оскароносную актёрскую игру. Он начинает тянуть время. Пошарился по своим карманам, потом пошарился по карманам жены, что-то там ещё где-то посмотрел, сделал такое страдальческое лицо, как будто бы его заставляют делать что-то вообще, какие-то лишние движения. Далее произошло то, с чего я просто угорала, и почему я как раз-таки поняла, что это место было не его. Когда к нему через какое-то время подошли и спросили, ну что, вы нашли, сэр, свой посадочный талон? Он сказал, нет-нет, что-то сейчас вот я не могу его найти. Короче, он что-то замешкался. И когда он понял, что от него не отстанут, он с таким супер-недовольным лицом встал со своего места, подошёл вот к тем верхним полкам и начал оттуда доставать свой рюкзак. После того, как он его достал, он немедленно прям, знаете, не знаю, на такой прям высокой скорости обратно сел в своё место. И это так со стороны смешно выглядело. Просто, понимаете, обычно, когда вы что-то достаете со своей сумки, вот с той полки, вы обычно стоя, да, сумку кладёте на своё сидение и стоя там в этой сумке шаритесь. Но этот человек настолько не хотел потерять своё место, что он просто немедленно сел на это место. Дальше он абсолютно не спеша стал искать в этой сумке якобы свои посадочные талоны, ничего не нашёл, представляете? И всё это время все просто ждали, пока люди разберутся, вот эти два человека разберутся со своими местами. Тот мужчина, а, я забыла упомянуть главное, что тот мужчина, да, полного телосложения, чьё место это было по билету, он сказал, чувак, я бы тебе уступил место, но просто я его купил, да, я за него заплатил на сайте, как бы специально для своего удобства. Поэтому, как бы, извини, время идёт, да, мы не взлетаем. Через некоторое время подходят к нему опять проводницы, спрашивают, ну что, сэр, вы нашли свой билет? Нет, нет, я чё-то там, чего-то, короче, не нашёл он ничего. Надо отдать должное проводнице, мы вообще всей команде Turkish Airlines, они полностью с ним вежливо общались, никто на него не прикрикнул, ничего, грубо бы, ему не сказал этому актёру. Сэр, это точно ваше место? Да, это точно моё место, согласно билету. У вас на билете было написано 6B? Да, конечно, у меня на билете было написано 6B на моём посадочном талоне и т.д. и т.п. Короче говоря, проводницы, поняв, что они не смогут ничего сделать, да, ну вот прикиньте, человек сидит, да, ты же не возьмёшь его за жидкие, да, и не выкинешь его с сиденья. Они пошли и позвали охранников, по-моему, да, я не знаю, как это называется, security, что-то такое. Короче, пришли мужики, и давай опять задавать ему, ребята, те же самые вопросы по поводу посадочного билета. Где твой посадочный билет туда-сюда? Как ты вообще сюда зашёл без посадочного билета? Я не знаю, как это возможно, чтобы человек просто сидел, и вот у него спрашивают, да, в лоб, где твой посадочный билет? А он что-то такое мяблит, и люди просто это хавают, типа, ну окей, да, вот он так вот непонятно что отвечает. Ребят, я вам скажу больше, за всё это время он ни разу никому не показал свой посадочный билет. И этот мужик уходит, которому он опять же ничего не может ответить, да, он просто говорит, это моё место, я с него не встану, идите, короче, нахрен. Вот, этот мужик уходит, приводит другого мужика, и говорит, если у тебя нет посадочного талона, нам надо проверить, как ты сюда попал, давай своё имя-отчество, да, давай свои, короче, инициалы. Они как-то нехотя что-то там написали, эта женщина такая сидит, которая с ребёнком, да, его жена такая, ой, а мне тут какую фамилию описать, мою девичью или там мою там по замужеству, понимаете, вот такой вот начинается какой-то мерзкий разговор, какой-то жалкий. Они такие, они такие уже улыбаются, типа, ну пишите, что у вас было в паспортах, ребят, вы что комедию ломаете. Вот, они там что-то написали, и по этим фамилиям их не нашли. Эти мужчины вернулись, опять говорят, вы какую-то вообще полную фигню нам говорите, давайте свои паспорта сюда, короче, по которым вы сюда зашли. Они такие что-то там опять замешкались, но понимаете, паспорта это не посадочные талоны, да, ты не скажешь, что ты их потерял или выкинул. Вот, он даёт им свои паспорта, и потом что-то возмущается, вот они у нас паспорта забрали, какое они имеют право, почему, пусть вернут сейчас же, и всё такое. По этим паспортам, конечно же, их нашли. Эти охранники опять пришли, показывают на планшете, ребят, вот ваши посадочные талоны, которые вы получили. Это не ваши места, да, это не ваше место. Я поняла, что по итогу женщина была на своём месте, да, с ребёнком, а мужик просто решил с ней сесть и не уступать никому, вот так. И тут наш актёр не сдаётся, да, он же у нас как бы не из тех, кто сдаётся просто так. Он такой говорит, «Как это так? Такого не может быть! Я позвонил своему тревел-агенту, прикиньте, тревел-агент тот позвонил, я позвонил, ему и я сказал, давайте мне место рядом с моей женой». Охранник уже вообще теряет терпение, такой, чувак, такого не бывает, что ты сел с самолёт, а потом кому-то позвонил, и пусть тебе меняют место. Такого не бывает. У нас ты либо платишь за место на сайте при покупке, либо ты получаешь рандомное место. По-другому у нас не работает здесь. И тут он выдаёт, «Ну, у нас же ребёнок!» В итоге этого клоуна подняли с его места, но он никуда не шёл, и на своё место он не шёл, и поэтому его посадили, ему нашли место в шестом ряду и посадили недалеко от его жены. В чём мораль этой истории? Мораль в том, что если ты ведёшь себя как мудила, то, скорее всего, ты получишь максимально приближенное к тому, чего ты как мудила требуешь. Если даже ты купил место на Turkish Airlines, это не означает, что ты на него немедленно сядешь. Мужик, который заплатил за своё место для своего комфорта, в итоге полчаса ждал, пока он на него сядет. Самое интересное, что проводники и вся команда Turkish Airlines в этот раз оказались просто в ужасной ситуации, потому что... Ну, я понимаю, что они очень такие клиентоориентированные вроде как, хотя они бывают очень грубыми. Ещё раз повторюсь, они бывают реально очень грубыми. Но в этой ситуации они никому не нагрубили, они максимально постарались каждому клиенту угодить. Хотя этот клон, ещё раз повторюсь, он вёл себя ужасно по-мудацки. И самое интересное, что он всё это время, типа, вот у нас же ребёнок туда-сюда, и поэтому его посадили поближе к жене. Он ни разу за эти 10 часов не встал и не помог своей жене. Она там полчаса, короче, дрыгалась, пыталась как-то между собой и ребёнком, что-то там не могла себе ремень застегнуть. Он ни разу не встал и ей не помог. Ну, короче, это просто... Я не знаю, я даже не могу назвать это наглостью, и я в какой-то момент просто поймала себя на том, что я уже начала переживать, как это всё закончится, и у меня, знаете, так сердцебиение началось. Я не знаю, подниматься как-то начало. Это просто ужасно. И вообще, не ведите себя так. Это просто ужас. Даже если вам никто не грубит и не хамит, ну, вести себя вот таким образом, это просто отвратительно. Вот так вот мы гуляем по Стамбулу. Я сейчас одна. Группа разошлась. У нас свободное время. Для меня это сущий кошмар, потому что я плохо ориентируюсь в пространстве и могу потеряться. Но здесь есть точка бесплатного Wi-Fi, и можно будет потом по Google-картам найти это место, где мы должны встретиться. Вот. Он сказал, что здесь есть Гранд Базар. Я вот хочу пойти туда. куда-то он пальцем тыкнул, указал. И я вот хочу найти. Хочу пойти сходить. Вот. Всего лишь получается пару часов у нас свободного времени. Я хотела зайти в церковь. Не в церковь, а в мечеть. Ая Софья. Но я думаю, что я не успею. Там такая очередина просто стоит на улице, что я думаю, ну его нафиг. Наверное, не буду. Вот. Похожу так, просто по улицам посмотрю, что тут есть. Тут нам уже подали такой ланч. Очень было вкусно. Особенно курица была вкусная. Ребят, спасибо, что смотрели это видео. Пока. Пока. Пока.